Приветствую, друзья! Вот теперь полезные советы. Если вы придумаете какой-нибудь полезный совет, который можете дать всем, абсолютно будучи уверенными, что этот совет действительно полезный, если вы подумаете об этом, это будет необычайно полезно. Не только для вас, но и для всех. Поэтому давайте сделаем еще такую рубрику на нашем ютубе «Полезные советы». Я время от времени буду выдавать какой-то полезный совет, и вы подключайтесь и пишите в комментах полезные советы, и обсуждайте этот совет. И вот я вам первый совет могу дать. Утро вечера мудренее, а с больной головой и ногам покою нет. Почему так получается? Потому что, когда вы выспитесь как следует, там происходит фильтрация, освобождение от всех наслоений, от всех впечатлений, забот, тревог дня, и остается в сухом остатке какая-то устойчивость, какая-то истина. На дне вот этого смятения сама соль. И поэтому утро вечера мудренее, а с больной головой и ногам покою нет. И поэтому, если вас кто-то расстроил, например, в момент, когда вы к чему-то сосредоточились, и в этот момент кто-то вам что-то сказал, ну, мало ли чего вам могут сказать, и вы расстроились, избились с этой сосредоточенности, сделайте еще одно. Вот совет. Сожмите так пальчики, каждый из них, потому что это немножко больно, и это создает вторую доминанту, которая конкурирует с первой вашего расстройства, и восстанавливает нарушенную гармонию, и вы можете сосредоточиться. И теперь самое главное я вам скажу. Есть узелки на память. Помните? А если вы хотите что-то на самом деле запомнить хорошо, то вы, запоминая, сделайте вот это. Потому что лучше всего запоминается то, что связано с вашим сознательным действием в сочетании с ощущением. Да, это будет узелок на память. Очень прочный. Иначе называется якорь. Это якорение. И поэтому, когда вы в плохом настроении, закорите себе, пожалуйста, сейчас, что в интернете, в зависимости от вашей эмоции и точки зрения, вы можете найти подтверждение любой абсурдной идеи. Поэтому будьте внимательны. До встречи, друзья.